Признавайтесь, кто может залезть с плечами всем своим телом в штаны и изобразить динозавра? Ребята, ребята, сегодня мы отправляемся на поиски монстр Хай! Ох, ну блин! Я жив! Упав, я нашла свои ботинки, они такие крутые! Но без шуток, давайте все-таки найдем монстр Хай. Это монстр Хай? Нет, это пони. А это монстр Хай? Нет, это кролик. Где же монстр Хай? Может быть здесь монстр Хай? Знаете, мы жили без этой полки больше года. И все вот эти вещи, которые сейчас стоят здесь, они были под сумком. Все вот эти штуки, которые стояли здесь... Он не... Он не был предателем. Итак, я хочу сказать вам, что все эти вещи, которые лежали на этой полке, она, чтобы вы понимали, очень большая, они были расфасованы по всем частям мира. Наверное, наверное, мне надо было стабилизатор здесь. Я бы сделала другой стабилизатор. Как насчет стабилизатора, который будет стоять здесь? Нет. Класс. Мне нравится. Особенно мне нравится тот вид, который открывается перед нами туда. Нет. Он отстойный. Это просто соседский огород. Просто кто-то развел этот огород посреди Москвы. Здесь находятся мои сокровища. Мы уже поняли, здесь стоят и куклы. Не все. Опять же, не все. Надеюсь, вы меня слышите там. Здесь стоят самые разные куклы, которые у меня появились раньше и за то время, пока я вообще ничего не снимала. Потому что, как бы, даже несмотря на то, что я перестала снимать видео, я все равно не разлюбила кукол и игрушки. И все равно их постоянно себе и о чем не дарили там. И получила... Смотрите, смотрите, вот этот вот, тот альбом мне подарила подруга. Смотрите, она формена в стиле Персоны 5. Фунина, Майя рассказывает про куколу. Это важнее. Смотрите, тут клевая такая... Тут перья. И они типа ворони. То есть, а мы релевали с друзьями по Персоне 5. И там был один человек, ну, персонаж, который как бы был вором. Ну, кто знает Персону 5, тут в курсе. Вот. И она как раз его очень сильно любит. Мне тоже. И вот тут вороны в перьях. Вообще, на самом деле, довольно много перьев. Будет просто шикарно. Тут написано, жить как интересно. Уже умираешь от любопытства, тогда скорее перелистывай страницы. Это охрененный пример того, как должен, блин, выглядеть скраб-бук. То есть, это реально просто... По-моему, даже своих надписей нет. То есть, она умудрилась сделать все это своими руками, блин. Она мне это подарила, по-моему... Я не помню, что это был приезд. Я не помню, это был мой день рождения, это был Новый год. Какой-то был праздник. Она, короче, мне этот альбом подарила. Господи, я был просто... Ах, охрененно. Очень прекрасно это было. Восхитительно просто. Тут сидит Сай, он говорит, что все шикарно. Здесь, на самом деле, все про нашу фэмили. То есть, тут много меня, тут много нашей фэмили, отсылочек к равному аниме. Я не знаю, где она что-то находила, вырезала. Я не знаю правильного ответа и никогда не знал, верить в себя или положиться на товарищей. Это неплохо описывает мою жизнь в 2019-м, кстати, году. Ааа, тут есть Рэн. Я рисовала этот рисунок. Это моя Докимакура. Без шуток, серьезно? У меня есть Докимакура. А это я. Похоже? Вроде богу, извините, что я отвлекаюсь. Ну, просто это важно показать. Это невозможно. Мы... Сейчас я носом поверну. Иначе я не зайду, никак не открою. У меня бросаются вещи. Вот. Это мой муж. Мы с ним давно в отношениях. У нас с ним дети. Вот он, подушка. Ладно. Нет. Но я больше люблю другую часть его. Вот эту. Да что ж ты, господи, пьянь. Опять нажрался. Короче, тяжелый. Обниматься лезет. Тяжелый человек. В общем, вот. Сплю с ним волнимочку. Очень люблю с ним спать волнимочку. Но об этом все. Мы поговорим не сейчас. Рен вообще из Person 5. Вот этот персонаж. Он для меня значит намного больше, чем вообще можно себе представить. Ваша компания решила устроить вечеринку. Ааа, здорово! Здесь есть также люди, которых мне не очень приятно видеть. Я бы хотела нарепить им на лицо какую-нибудь большую-большую наклейку. Сжу. Опять. А вот этот хороший человек. Вот этот Федя. Правда, он здесь подстрижен под угрозки. Хотя, возможно, кому-то и понравится. Но мне кажется, ему короткий волк совершенно не идут. Это Федя и Томас. Они крутые. А это Паша. Он вообще топ. И Билли Айлиш. Не то, чтобы я прям пипец какой-то Билли Айлиш, но я люблю Билли Айлиш. Я уважаю ее за ее честность, открытость в целом. Насколько это... Ну, такую, грамотную открытость, скажем. То есть, не прям полностью, а настолько, насколько это достаточно для селебрити. Вот Мелни Мартинес совсем из другой разговор. Мелни Мартинес для меня значил намного больше в тот период, когда мне было не очень хорошо. Вот, Кэти Пэри. Потому что она вся такая грустненькая. Ах, ты ведь вон опал! Видите, вон опался-то отдельная комната. Тут даже есть... Тут даже есть что-то по Монстр Хай. Такое, бах, похожее. Потрясающий подарок. Крутой тайный дневник. А тут я могу даже что-то записывать. Я так ничего не записывала. Потому что я не хочу записывать ничего в таком хреном дневнике. Если это можно в дневнике. В общем, он у меня стоит вот здесь на полочке. Прямо на самом видном месте. Я очень ценю этот подарок. И вообще, мне кажется, что самый крутой подарок, это тот, который ты делаешь от души своими руками. Поэтому я всегда делаю от души своими руками какие-то подарки. Помните, у меня было видео, чуть меньше, чем год назад, которое я делала для Сая. Это было поздравление. Ну, почему я? Я это просто организовала. Мы с ребятами с Phantom Family делали этот видос. Потому что я хотела что-то сделать экстраординарное. Да, я тогда об этом не рассказала. У меня тогда был период вообще ухождения. А, я потом об этом расскажу. Ну, давайте сейчас всё-таки вернёмся к куклам и скажем себе... Вау! Это же Клодин. Робок с Тверской. Помните, да? Помните эти шутелечки? Дело в том, что материалы, которые были использованы... Ой, да что ж такое... Моей любимой мамой для изготовления этих просто офигенных нарядов, не очень качественные. То есть, это кожзам. А кожзам, как известно, со временем приходит в ней голодные. Приходит в негодность и происходит вот это вот. Помните? Помните? Согласны? Угнали? Нет, ещё у меня здесь из Мастер Хай стоит кто? А, она соскочила. Я ненавижу поставки в Мастер Хай. Вот она соскочила с поставки. Я даже не знаю, почему я поставила здесь Джинни. Наверное, потому что мне просто нравится её цвет. Она такая вся розовенькая, миленькая, клёвая девочка. Кто-нибудь ещё одна такая стоит? А, конечно! Большая Дракулаура здесь стоит. Даже боюсь её вставать, потому что она там всё нафиг сомпёт. Вот она, большая Дракулаура здесь стоит. Красотка моя невероятная. Самое главное... Мне на день отреждения моя топ-подруга Данушка сделала вот такую куклу. Она её... Она, по сути, сделала кастом. То есть, она её прошила самостоятельно. У неё такая прошивка. Боже мой! Причём это она делала в первый раз. Для меня это просто шок. Она сделала в первый раз прошивку... Багичную. То есть, это просто... Это просто шок. Она попробовала сделать моего персонажа, Мика. Только она сделала его более... Как бы правильно сказать? Более гармонично. То есть, у моего персонажа, у Мика, опять же, при том, что серовато такие белые волосы, у неё ещё... Правильно сказать, серебряные волосы. Вот. У неё ещё и брови чёрные. То есть, я обычно никогда не задумывалась о том, чтобы брови совпадали с цветом волос. Мне всегда нравилось сделать брови более тёмными. Вот. А здесь они более гармонично сделаны. То есть, более такие... Можно сказать, стального цвета. Она сделала этот мейк. Она сделала... Я не представляю, как она нашла вообще куклу для того, чтобы её перерисовать. Потому что сейчас это же с этим сложнее. Сейчас Монстр Хай уже не найти. Она тоже туфли с звёздочками ей разрисовала. А звёздочки, как известно, это сразу два башки. Можно сказать, из моих персонажей, то есть, из мелодного персонажа из мейка в мире, которая такая с белыми волосами, блин, ну, белыми, сереброй. Она сделала Монстр Хай персонажей. Пока не было никаких новостей о Монстр Хай. Собственных и сейчас нет. Потому что Монстр Хай... Всё. Мне понравились другие. Вы уже видели, какие. Пожалуйста, пишите. Не надо. Это вот такие ребятки. Да, у них одинаковые, в принципе, мордашки. Мне это не напрягает. Выглядит стильно. У них очень много слоёв одежды. Сто слоёв одежды. Тебе приходится одевать её самостоятельно. Это, конечно, немного странно, но это добавляет некого интереса, потому что тебе приходится тратить время на то, чтобы привести свою куклу в тот вид, в котором она должна в итоге быть. Единственное, что я не люблю их, то есть создателей, то есть НГА, по-моему, да, за то, что они используют, ну, очень огромное количество пластика, и это отстой. Лучше уже сделать из чего-то другого. Почему-то не сделать, допустим, из бумаги. А бумага, блин, из вторичной бумаги. Почему бы они используют какие-то переработанные штуки? Потому что, ну, не знаю, ну, какой-то вот распаковал куклу. И, допустим, вот я уже не тот человек, который точно будет с этим всем играть. Там у них, мол, коробки, они сделаны таким образом, что ты можешь использовать их как клоусет, то есть как гардероб, в котором кукла будет переодеваться, даже жить, там, где-то, что ли, этот столик. Но мне это не надо, мне нужна кукла. Бесит. Внимание, вопрос. Зацените вот эту, она пастельная, и такая вся из себя кла. Привет, Сань. Здравствуйте. Встала такая в коридоре, заняла весь место. Приехала на опе, заняла с собой весь адр. И на вкус, быть может, аба, но на вкус едет абабаба. Это круто. Они суперские, на полу-заяц, полу-медведь. Это вообще крутая баба. Баба. Мне нравится, что у нее такая разнообразность в ее всем. Она просто странная, она фиговая, и мне нравится, пожалуй. Нанеси, я еще в упаду. Я не буду показывать все, а по крайней мере, сегодня уж точно. Здесь, правда, их дофигища. Я, конечно, их не все-все-все скупала, но какие ей нравятся, какие скупала. Вот это недавно пришло, кстати. Вот это вот. Я не про Каладин, если что. Я про вот эту госпожу. Какая же она шикарная. Ну что, обзор на кукел, да? Дед, оденься, пожалуйста. Спасибо, дед. Спускай сюда, мы находим сразу остальные наши девочки. Вот здесь стоят у меня Вайдона, Дракилавра, даже Джек Воробей. Здесь у меня тоже есть девки. Здесь стоят не Фера с оплаковкой. По-моему, кстати, Аннет Андетт. Есть такая крутая девка, Аннет Андетт. Вот она делала вот эту вот макляшку, карнишую. А тут еще стоит, кстати, Кэти Нуар. Я просто понимаю, что если я сейчас что-то буду брать, у меня все посыпется. Отстой. Если вам что-то надо, напишите, я потом покажу поближе. Наверное. Это мисс Иви. Это не Массер Хайп. Рыжика. Прикиньте, прикиньте, кто... А я вообще забыла, у меня оказывается есть вот эта девочка. Ну ладно, вот так. Я волнуюсь. Я не помню, как ее зовут. В общем, она крутая. Я примерно помню, как ее зовут, но в то же время забыла в этот момент. Я, помню, такая смотрела и думала, блин, я так хочу эту куклу. Жалко, что я ее не купила в свое время. А я слышала сейчас, она очень дорого стоит. И тут я спрашиваю у мамы. Просто некоторые кукол были у меня дома. То есть у мамы. Не там, где я сейчас живу. Сфоткай тех кукол, которые у тебя там дома лежат. Она меня пофоткала. И я, господи, как же я обрадовалась. Боже, эта девочка здесь. Просто, по-моему, какой-то шмотки у нее не хватает. Но все шмотки у меня все равно тоже остались. Я, правда, не совсем знаю, зачем они мне нужны. Переодетая скелита. На подставке от Гули. Вот этой крутой. Как ее? Как ее? Где она? Если не помню, где эта Гулия стоит. Где эта Гулия? Там у меня топтана. А здесь стоит ОАК на джинкс, которую мне делала какая-то тоже очень крутая тетя. Я не помню, кто. И моя любимая оперета. Самая любимая, пожалуй, оперета. И всех оперет, которые когда-либо были. Они распакованы. И барбейки стоят. Кстати, вот эти барбейки, они топ. Вообще прям топище-топище. Спасибо, что наконец-то выпустили охрененных барбейок. Я такое ощущение, что это вам говорю. Тут у меня стоят поняшки, которые ждут своей участия. Не знаю, какой же участия они ждут. Просто они стоят здесь. Здесь стоят мои... Моя Рерка там, блин, спряталась немножечко. Но она все равно здесь. Она с нами морально. И справа, я забыла, куда я Гулю поставила. Здесь у меня тоже ребятки стоят. Клио и моя дорогая. Моя ступерская, моя крутая, моя хорошенькая. Я помню, как я делала на нее обзор. Я недавно пересматривала этот видос. Знаете, наверное, сейчас было бы прикольно посмотреть этот видос вместе с вами. Может быть, никто не помнит. Может быть, кто-то помнит, а кто-то нет. Тут у меня еще стоят кукляшечки. О, привет. Это моя рука. Я почти вижу вас. Вот она моя кладишечка. Стоит здесь вся такая из себя. Вот она, Apple White. Моя любимая черно-белая Фрэнси, которая переодета в хипстера. И вот эта из новой коллекции в Барби, которая прям вообще топ. У меня тут еще, кстати, вот такие девочки стоят. Вы, наверное, помните, а может, не помните, что я делала тоже на таких вот обзорчике. Мне кажется, что Apple White моя любимая. Мне нравится она своей... Я, правда, вам говорила, мне нравится она своей такой легкой стервой. Там Пулипка стоит, которая Мелисса. Может быть, тоже помните. По-моему, я вспомнила, где у меня стоят остальные, которые поместились. Такой тут обруч. Обруч фитнес. У меня там лежит нераспакованная новогодняя OMG-шка. Такая новогодняя. Нет, не новогодняя. Когда же она была? Помните, такая она вся из себя Гатесса? У нее еще фуражка. Вот. Короче, мне на Новый год Сай, Миша, подарил эту куклу. Она вот там. Я не могу ее достать. Не сложно. Я держу гребаный обруч. Уж извините меня, пожалуйста, что... Они тут. Вот они. Их, видимо, перед Новым годом туда убирала. Вот они, мои дорогие. Там их прям много. Там прям и Дракулауру, я вижу. И эти гулии все там стоят. И Пурсифона. Рошелик Гойл. А где Туралай? Туралай, кажется, упала и валяется пьянь. Какие-то стали все равно дома. Я не всех забрала. Но в целом... Это у меня выше крыши. И так не знаю, куда все что расставить. Мне немножко... Вот эту полку мне делали на заказ. И... Да, у меня лестница. Уродливая, извините. Тут еще стоят коротки, которые мы ставим, чтобы собака наверх не бегала. И еще пока не сделали лестницу. Не успели. Я не знаю. Мне делали на заказ вот эту полку. И... Они там немножко перепутали размеры. Теперь туда не помещаются в Монсер Хай. Тут у меня памп стоит. Офигенный памп. Падает. Да, он занимает очень большое количество места, но... Оно того стоило, ребят. А тут у меня лежит мой дохлый чел, которого мне подарил друг на Новый год. Новый год мне подарил друг этого чела. Но он все равно значит для меня довольно много. Поэтому он тут. А это моя розовая акуля. У меня голубые глаза. Акуля. А кто у меня тут еще лежит? Кто это? Собачья еде! Побросили мою куклу! Ну ладно, собачья еде. В общем, вот. Собачья еда. Прикиньте, каково. Постоянно вот так ходить. Сверху на низ. Что? Снизу наверх. Что я вообще говорю, боже? Что я иногда несу? Я несу свой телефон. А, да, это правда. Смотрите, у меня есть руководитель. Рука. Каково. Путеводитель. Гектаре. А, Диме. Еще у меня есть всякое. Ой-ой-ой. Всякое разное тут. И вот. В общем, у меня тут такая кукла лежит. Я ее, помню, взяла, потому что она вроде как бы милая, да? Но, как оказалось, у меня просто отвратительного качества волосы. И, в общем-то, да. А эти, ну. Мне попалось две, по-моему, одинаковые. Два одинаковых персонажа из этих. И я такая... Мне не нравятся эти куклы. Помните, да? Согласны? Узнали? И вот она, моя Рерити, стоит из той коллекции поняшек, которую распаковывала тогда. Ах, сколько воспоминаний приносят все эти штуки. А вот эту штуку я собирала сама. Вот. Как ее крутить? У нее должно быть. Наверное, вот так. Я ее собирала сама. Это было так весело. Допустим, он сам собирал вот такую машину. Она выглядит как рисунок. Давайте спросим у волшебного пыльного шара. Он, правда, какой-то очень пыльный. А, долба, боюсь. Протирает постоянно. А, да, да. Давайте спросим у волшебного пыльного шара. Какую-нибудь судьбу. У меня выйдет следующее видео раньше, чем через год. Пузырек. Абсолютно точно. А-а-а! По-моему, он что-то передумал. Я передурачилась. Сейчас еще раз. Стоит ли зрителям терять надежду? У него что-то не так. Не могу сказать. Да, блин. У него... Он... Она там прозрачная? О, нет. У него эта жидкость, короче, испортилась, походу. Теперь будет вряд ли. Я вообще не помню, чтобы он хоть раз говорил. Вряд ли. Жидкость испортилась. Вряд ли. Ну, ладно. Но я почему-то теперь вижу весь этот многогранник. Типа, там, походу, высохла эта жидкость. Ну, за ответ. Умею ли я считать больше, чем до трех? Ответ не ясен. Ну, ладно тебе, чувак. Ну, что ты меня болишь, блин? Давай поговорим с тобой, как мужик с мужиком. Я не мужик, правда, но тем не менее. Ну, и ты-то не мужик. Посмотри на себя. Ты шар. Ты просто шар. Шарообразное существо. Может быть, я тоже шарообразное существо, в том, когда перемешек покушаю. У меня обычно видео выходит примерно до третьего выпуска. Я заметила. Потом они куда-то пропадают. По разным причинам. Скажи мне, шар, это когда-нибудь изменится? Звезды говорят нет. Напеть бы щечло этим звездам. А может быть, нет. Может быть, они правы. Почему ты не веришь в меня, шар? Шар, говори честно. Ты веришь в меня? В ответ нет. Он меня тролляет. Он меня не на... Ты веришь, что я могу исправиться? В ответ нет. Да серьезно. Шар, подрисуйся, сидись. У меня есть шансы. Он стал ребром. Он стал ребром. Без шуток. Он стал ребром. Давай так. Ответь мне, пожалуйста. Ты из-за мной издеваешься? Не надейтесь. Ты троллишь меня, да? Без сомнений. Уберу-ка я его в челан. А это были наши с вами прекрасные влоги. О чем ни о чем. Пока. Шару не звоните. Его уже никто не найдет. Субтитры сделал DimaTorzok